Молодец! Просто гордимся! Ты действительно у нас первый мастер спорта за весь постсоветский период. Ну а карате, так наверное, вообще первый для нашей спортивной школы. Маленьким мальчиком Василий пришел на свою первую тренировку в спортивную школу поселка Горки-10. Карате захватило сразу, стало частью жизни. Результат каждодневных тренировок – звание мастера спорта. Путь был непрост, вспоминает спортсмен. Начну с того, что первые свои соревнования я проиграл. И вторые, и третьи, и даже, по-моему, четвертые. Вот на пятых уже было третье место. Спасибо моим родителям, во-первых, за то, что верят, поддерживают до сих пор. Вот. И желаю, чтобы каждый родитель поддерживал своего ребенка в его начинаниях, а в том числе и в спорте. Это прям обязательно. Поддержка родителей – упорство, но главное – плечо наставника. Именно тренер делает спортсмена. Игорь Лизунков воспитал не одно поколение настоящих бойцов. Для детишек они легкие, игровые, а для старших это уже очень тяжелые, насыщенные тренировки, потому что это спорт. Спорт олимпийский, он требует соответствующей подготовки, где каждое движение должно подкрепляться определенный набор мускулатуры. Поэтому эти группы мышц нужно развивать, находить упражнения для развития. В общем, эта работа такая интеллектуальная для тренера и интересная. Сегодня Василий Серебряков уже сам тренирует подрастающее поколение. Заканчивает университет по специальности спортивный психолог. Такое направление выбрал намеренно. Уметь развивать в ребенке спортивные навыки мало, говорит молодой тренер. Главное – найти индивидуальный подход к каждому. Это заставляет выходить из зоны комфорта и придумывать что-то такое для этих детей, чтобы потихоньку их ввести в каратэ. Потому что их сначала нужно физически развить, растянуть, дать понять, что мы пришли на каратэ не для того, чтобы драться на улице, а для того, чтобы просто уметь себя защитить, либо помочь какому-то слабому в дальнейшем. А только потом уже начинать давать им каратэ. И это на самом деле очень сложно. Броски, подсечки, бой руками и ногами – реакция, скорость, выносливость. Каратэ – особый вид спорта, особая философия. Уметь драться здесь не главное. У нас в год юноши, спортсмены проходят около 10-12 соревнований. То есть каждый месяц, иногда через две недели соревнования. И мы его натаскиваем, чтобы психосоматика была мощная, чтобы он, имея хорошую физическую подготовку, и тактическую, и техническую, не мог проигрывать и психологически. Потому что очень важно, потому что я вышел какой-нибудь там очень сильный, знаменитый, и нужно с ним уметь работать. Вот это все в комплексе, как бы это подготовленный, вот этот Василий есть сегодня. На такого товарища равняется младшее поколение. Суровые схватки – лишь отработка спортивных навыков. Дружба, уважение друг к другу и взаимопомощь – главные принципы восточных единоборств. Василий, ну, друг, тоже на путь, на жизни дает, как старший. Очень давно друг друга знаем, мы, ну, можно считать братом. Впереди у ребят большие планы. Все с нетерпением ждут снятия ограничений, масштабных соревнований и новых спортивных побед.